Приветствую, ребят! Не хотите распаковать чего-нибудь изысканного? Farfetch или, может быть, сладкую Луизу Верому? Я тоже хочу, но у нас, к сожалению, опять Слэм Джем! Да, а что поделать? Раз там только райские классные цены... Ну, да, райских там, конечно, далеко, но цены... Цены там самые приятные, самые приемлемые. Всё-таки тот же Farfetch, если брать, это всё-таки такой магазин, который объединяет другие магазины, тот же Слэм Джем. Например, вы листаете пары, смотрите на Farfetch, видите, вот за 5 косарей, заходите на Слэм Джем, а там эта пара за 4 косаря, вы такие, хм-хм-хм, где же купить? Я, естественно, беру на Слэм, потому что там бесплатная доставка от 17, это коробина full price, full комплект, я набрал на 18, заплатил налог, тут ещё было письмо такое какое-то большое, целая папочка писем, было написано акт о том, что вес... Что-то там... Сейчас, подождите, дверь закрою, а то ветер дует. Акт о том, что вес не соответствует заявленному, потому что заявленный был меньше, а стало больше. Я такой, ну хорошо, мне же лучше, может быть, что-то подложили. В общем, давайте распаковывать, берём наше опасное лезвие, просто сейчас, сейчас, сейчас мы всё распакуем. Как эта посылка собралась? Я, как обычно, мониторил Слэм Джем, завидовал ему, потому что цены там и пары очень классные, думаю, сейчас затарюсь, а тариться мне, в принципе, нечего было. Друг написал, тоже захотел что-то взять, и я думаю, во, напарничек поюса, теперь точно возьму, потому что я только хотел две пары, что ли, зацепить на обзор. И он такой, я давай ещё две докину. Я такой, без проблем. А, нет, нет, ошибся. Друг звонил, говорит, «Алё, на забив идём, нужна пара». Я такой, сейчас, мониторил Слэм Джем, покупаю себе Адики. Ну, это что такое? Нифига себе. Как они положили, интересно, да? Так, что за забивные Адики у нас? Которые взял не я, но мой друг. Как раз про них я и говорил. Сейчас, откроем. Я ему сразу сказал, что, ну, это только на забив, под твой стилёчек подходит как раз от души. Вот это запаковали. Вот, видите? Приятно, приятно. Конечно, не как у того же Farfetch'а, там, где обматывают ленточкой или упаковывают какую-нибудь такую сумочку или улызовая Рома, когда там просто плёночкой затягивают пару, ну, коробку. Это вообще вау. Во, я, я вижу, свои две пары. Это Puma и Adidas, а у него, во-ву-ву, флекс какой. Давайте я их достану, их обозреем сегодня. Посмотрим вблизи, что это за забивная пара. И потом уже на следующие видосы глянем мои. Готовы? Опа! Давайте смотреть. Вот они, цыганские флексовые логотипы Adidas. Сейчас, 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 сейчас. Всё поймёте, всё увидите. Хоба! Adidas команда. Это ещё и в коллабе. Как я понимаю, ну, может быть, это не коллаб, а просто есть, знаете, стоит X-Country, я не знаю, что это такое. Непонятно. В общем, две команды он себе выцепил. У-у-у-у, интересненько. Adidas команда. Смотрите, какая упаковка прикольная. Давно он меня так адик не удивлял. Вот они. Он взял себе в чёрной расцветочке. Сразу ощущаю приятную кожу. Сейчас мы его вблизи посмотрим. Так, так, так. Вышли они ему где-то в 4 с половой. Одна штука плюс. Или 4 700, мэйби. Где-то в районе этой цены. И небольшой на ложечек из того, что мы превысили. И беленькие. Короче, парадные. Вот как раз на свадьбу, а эти с пацанами гулять. То, что нужно. Не, это, это такие вот, знаете, парадные. Их можно в шкалочку достать белые. А чёрные с пацанами на девяточке, на райончике кататься то, что нужно. Давайте их глянем. Интересный дизайн. Он такой, в принципе, необычный. Захватывающий. Ну и одновременно, конечно, не симпатичный. Лично для меня. Мне это не нравится. Вот именно такие вот более кежуальные пары. Но силуэт вот этот довольно прикольный. Я ещё помню, как его делаю? Грин, Грин делал коллаборации на этих парах. Он прям вот всё ребристым сделал. Это смотрелось как-то необычно. Кожа используется неплохая. Внутри кожи используется плохая. На язычке используется вообще дерьмо какое-то. Да, давайте вот сейчас мы на белой паре будем всё показывать. Шнурочки у нас тут not bad. Ну видите, это вот что это? Что это за язычок? Какой-то поролон. Тут, блин, даже не знаю, как это вам объяснить. Знаете, как какая-то краска на поролоне. И то это даже не поролон, а какая-то фигня. Губка какая-то. Вот, кожа. Вот видите, кусок кожи такой прям добротный используется. Так что пара будет служить, я думаю, вполне долго. В пятке у нас, как я сказал, говнястая кожа идёт. Кожа зам. Да? А, подождите. А, может быть, я коснулся язычка и подумал, что это кожа зам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, это всё-таки синтетика, да. В пятке у нас идёт синтетика. Сразу стелечку глянем. Там амортизация вообще есть какая-нибудь в этой паре? Мне вот интересно. Так, вытаскивается обычная губка. А, вот почему стелька вытаскивается сложно. Там у нас ещё это лежит. Сразу заломики появляются на коже почему-то вот здесь. Ну, кожа мягчайшая. Прям хорошая, добротная. Так, я вижу прострочку какую-то неровную. Видите, там пузыри на этой... Во-во-во. Вот, увидели? Пузырь такой надутый. Чё это такое, Adidas? И по амортизации грустно-больно, очень больно. Ну, типа, тут вообще ни о чём. Вот ты, понимаете, да? Это всё фейк. Он уходит наверх. И мне кажется, тут ну, очень маленькая прослойка. Если там есть какая-то пена, да, она какая-то есть. Буквально полсантиметра, наверное, какой-то амортизации. Ну, это... Так, чисто для галочки. Ну, всё. Бирка у нас вот тут находится. Майдан в Вьетнам. Ну, резина, конечно, чётенькая такая. Массажный столик. Тут у нас, собственно, Adidas команда. Заметили? Так, может быть, у чёрной что-то интересное есть. По косякам быстренько пробегусь. Такой передок. Мне, наверное, почему-то гандбольные пары. Бренд. Так, так. Оу. Банды. Фри. Да. Так, по чёрным. Да, в принципе, чёрные точно такие же. Пятка у них хорошая. Видите, прям держится хорошо. Вот здесь особенно такая каменная. А остальной силуэт. Ну, такой. Я бы взял вот на осень. Можно было бы их таскать. Летом не рекомендую. Я вот удивляюсь, как многие гандболы всякие таскают. Или те же самбы. Кожаные зимой. Ой, зимой. Летом. Это просто же убийственно. А вот весной, осенью, в холодную погоду градусов в 10. Вот это то, что нужно таскать. А для шкалочки тоже жарковато будет. Ну, ладно. Всё по этим парам. Давайте я их примерю. Покажу, как они смотрятся в ногах. А знаете, ребят, что-то в них есть. Они мне даже немножко понравились по своему внешнему виду. Хотя они мне и не заходят. Но белые. Not bad. В отличие от чёрно-белых вот этих. Эти уже прям такие. Под какие-то гамбурги больше косят. А вот эти даже можно было бы заюзать с какой-нибудь рубашечкой. И ходить в офис. Типа, ну, вполне нормально. Если вы какой-нибудь любовник Адидаса, то, в принципе, можно-можно. Почему бы и нет. По амортизации хочу вас огорчить. Хотя, если вы любитель каких-нибудь газелей, гамбургов, вы особо не разочаруетесь. А если вы переобуваетесь после буста вот на это вот. Неплохо выглядит. Ребят, можете брать, если кому-то прям очень нравится. Вот, типа, кому дизайн заходит максимально, берите. Мне они тоже нравятся. Вот, типа, необычненько, прикольно. Не то, что вот те же гамбурги и газели. Они уже заезжены. А вот это что-то новое, интересное. И прям такое симпатичное даже. Но всё-таки не в моём вкусе. Так вот, я вас хочу некоторых, может быть, огорчить, а других обрадовать. Кто привык к плоскости. Это тоже плоскость, да. Я прям, знаете, ну не хочется бить ногой сильно, потому что чувствую сразу пол. И как-то неприятно, что ли. Как будто вансы надел прям, знаете, новые вансы, которые ещё не стёрлись. Вот тут то же самое. По ширине, может быть, они основаны на каких-нибудь, ну вот, всяких там кроссовок для футбола. Поэтому по ширине они слегка узковаты. И мне как-то тоже это не особо нравится. Также и по длине. Я знаю, что кроссы те же эти, футбольные. Ты берёшь свой размер, а они тебе маловаты. Вот тут точно так же. Берёшь 11-й US, у моего друга тоже 11-й, и они тебе маловаты. Это как-то неприкольно. У меня палец прям, ну вот здесь, вот он. Всё. И другое тоже тут. Как-то не в кайф, что ли. Их придётся подгибать. То есть возьмите, если вы для лайфстайла, на полсайзика побольше. Будет поудобнее. И давайте зацените их поближе. Так, не любите ли вот такой похожей классики от Adidas? Самбы, мамбы, бамбы. Скажите, что этот сегодня выглядит ну куда сочнее. Прям такой новенький, как глоток воздуха от Adidas. Такой хорошенький прям. Лучше, лучше смотрится. Как по мне. И необычно, футуристично слегка. Совсем слегка. Это всё-таки до Грина не дотягивает. Вот так они ещё вблизи смотрятся. Зацените. И по амортизации, конечно, эту плоскость. Смотрите. У-у-у-у, веселье-то какое. Да. Но есть хотя бы какой-никакой перекат, на моё удивление. А так это ни о чём. Ой, Астл готов выносить свой приговор. Так что давайте, молитесь за них. А я могу сказать, что 9500 это дороговато. Они вышли, вот эти две пары чёрные, беленькие. Купил их мой друг за 9500 кусков. Он сказал, вот это урвал. Я такой, урвал? Он такой, да, они у нас в России по 7 косарей. Я такой, а ну хотя ладно, ладно. Вот это уже звучит нормально. Но там был налог 100 рублей на его две пары. Ну и на мои тоже 100 рублей. Получается 200 рублей налог отдали. И вот 9600 он сказал, вот это уже неприемлемо. Ни в какие ворота не лезть. А вот 9500 ещё было терпимо. Да, мы можем потерпеть. В общем-то пара-то, ну мне даже за трёшку, да она мне даже и даром не нужна. Не мой силуэт, она ко мне никак не клеится. Но если вы хотите мнение от меня сбоку, то если я увижу на ком-то, я такой, если ещё этот человек хорошо их будет сочетать, то я такой, о, not bad. Это смотрится неплохо. Но в мой личный стиль не вписывается никак. Пара окей. Если планируете брать, берите. Могу порекомендовать тысячи до одной. Всё, с вами был Асту. Давайте goodbye. А, кстати, нет, не goodbye. Они маловаты мне, хоть это 11С. Тесноваты и неудобные. Вот теперь goodbye. Субтитры подогнал «Симон»